всем привет продолжаем изучать скалы мира и сегодня я предлагаю затронуть такую тему как валидация или как мы работаем с ошибками сперва разберем классический метод а потом затем рассмотрим вот уже перед вами глазами даже из код как мы перейдем от классического метода тем инструмент который нам предоставляет такая интересная библиотека котов то есть посмотрим какие-то интересную какую-то интересную возможность но сперва к этой интересной возможности нужно нам подойти и задаться вопросом зачем она вообще возникла что же давайте рассматривать смотрите представьте очень простой кейс допустим у нас есть некоторые класс raw person который вам приходит там из внешнего мира и мы хотим и его трансформировать в удобную нам модель чтобы дальше просто было комфортнее работать понятное дело что случай рассматривается простой я хочу лишь донести основную идею как работать с ошибками итак у нас в скале есть два типа для этого option и азер в принципе они работают по одному и тому же принципу и с точки зрения обработки ошибок здесь лишь разница в том что азер у нас сохраняет информацию об ошибке а общем он ее по сути дела скрывая подменяя значение нам как я предлагаю вы все прекрасно знаете так вот минус данного подхода по большому счету в том что если у нас валидации становится много то мы теряем информацию которую могли бы получить если бы выполняли или как-нибудь по-другому что я имею ввиду по факту вот смотрите если мы будем вот это нашими монадами пользоваться напоминаю что азер и община это у нас является монадами то есть когда мы будем использовать какую функцию трансформ у нас первая ошибка возникшая фактически прерывает все последующие вычисления и она собственно и будет лежать если мы выбрали азер как основной наш контейнер то собственно слева и будет лежать именно первая ошибка то есть информацию о каких-то дополнительных ошибках по факту мы всегда потеряем представим себе что у нас более сложный объект и партится очень много полей и лучше было бы да лучше было бы чтобы мы падали не на первой ошибке а допустим у нас вот пальца 10 полей и допустим два из них или три закончили ну дальше мы хотели бы сразу все ошибки видеть чтобы внести все нужные исправления моментально а не потерять информацию как если бы мы использовали общем и не потерять информацию о дополнительных ошибках если бы мы использовали азер ну давайте я это на всякий случай продемонстрирую вот у меня простые функции которые написано в джавовском таком стиле то есть я пытаюсь здесь преобразовать входящие значения в соответствующий тип и затем я использую их через наш оператор for чтобы построить персона смотрите первым у меня вычлением все хорошо а второе по идее у меня должно заглохнуть на прямо на первой строчке давайте запустим это дело ну и как мы видим что в действительности у нас заглохла на первой строчке то есть мы потеряли дополнительную информацию ну если первая строчка отработала хорошо вторая строчка бы здесь зафайлилась бы ну ожидаемо да и это в принципе то к чему мы все должны были привыкнуть используя стандартную библиотеку то есть здесь в чем хорошо вот применять данный способ если у нас скажем так экспенсив то это хороший вариант то есть в принципе нет смысла вычислять следующее значение это же классно классно если вычисления действительности дорогие то есть чем раньше мы упали в таком случае тем по идее для нас лучше и еще один кейс это когда у нас скажем так явно сильно зависимые ошибки то есть скажем так одна порождает другую скажем скажем некий стек стек exception скажем так назову то есть когда присутствует некая зависимость а вот здесь в данном случае у нас зависимости как таковой нет в принципе мы же можем распарсить эйдж отдельно распарсить емейл а при сам как и сказал допустим у нас 10 полей то есть в принципе мы могли бы прогнаться так вот идеально и собрать все нужные ошибки в параллельном таком формате даже но стандартная библиотека это нам не позволяет и собственно в котах есть аналог айзера но на который накручены различные функциональные штуки которые позволят вот этот код записать в таком же стиле но получить гораздо больше информации то есть не потерять ошибки то есть по сути дела перейти вот скажем вот такой вот информация так как я сказал там есть тип validated он аналог айзера если мы заглянем по описанию в действительности так и есть вот 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 то есть два конструктора два конструктора что ж ну поехали узнавать как его воспользоваться сразу введу тип дополнительный просто ради удобства записи чтоб не плодить который по сути дела у меня и будет хранить список список ошибок или результат какой то ну можно здесь даже давайте явно напишу ой тогда мне это не нужно вот так напишу так я там уберу тогда вот это вот то есть вот тип который представляет то это тоже самый айзер но просто у него ошибки представлены в виде списка то есть идет накапливание ошибок а результат естественно ну он один окей то есть я введу две функции они в принципе вот от функции выше которые работали с айзером ничем не отличается тут лишь единственное что я кладу то конструктор left список список из одного значения и здесь из одного значения и затем в процессе уже когда буду я вызывать функцию transform вот эти списки они будут конкретинироваться то есть будет соединение списков в один ну давайте сделаем это проверим ну так если мне уже не нужно а хотя ладно а здесь еще не сказал про функцию mapm но в принципе мне кажется интуитивно она понятно что будет делать то есть по сути дела вот ну вот я вот здесь покажу пожалуй что вот вот тут вот вычленяется tuple и из него пытается построиться конструк этот как он называется объект person то есть я на самом деле мог здесь вот если совсем уж так вот то есть age is male person is male вот так вот написать но это не нужно делать потому что у нас уже есть к x-class в котором все необходимые методы собственно есть то есть я по сути дела вытягиваю из tuple данные для моего объекта пытаясь его построить и за кадром собственно будет происходить нужно нужный сбор нужный сбор информация то есть фактически да вот то что вот это вот происходило вот здесь вот в каком то смысле это это то же самое только здесь будет конкатенация списка ну в принципе результат вы уже видели да то есть вот здесь пока один а допустим давайте теперь что оба зафейлиться ну собственно вот видите конкатенация произошла то есть у нас ошибка информация не теряется мы можем более точно теперь реагировать на происходящее вот это в принципе дорога хороша когда нам нужны все ошибки скажем так и когда то есть там у нас скажем стэк трэйс стэк обстоятельства когда ну какая-то связь была то есть одно явное следует за другим а здесь это случай хорош еще когда у нас явно независимые парсинги идут что в данном случае у нас и есть ну пожалуй здесь вот все здесь ну еще можно сказать что чтобы все работало мы должны подключать вот эти имплисты сейчас покажу выключу вот видите и ну вот тут еще можно явно продемонстрировать что нам нужен явно пункт для этих целей который еще является полугруппой то есть чтобы была определена функция конкределация вам вот вот поэтому собственно вернее это нам и позволяет писать вот в таком классном синтаксисе значение вот такая есть у нас валидация или работа с ошибками то есть два ключа когда нам в принципе еще раз почему когда нам вычисления в принципе не важны то община нам достаточно когда нам нужна ошибка то здесь мы по сути дела делим себя на два пути нам нужны все ошибки или нам нужна только первая ошибка и насколько существенны вычисления насколько они дорогие ну собственно да вот все все что я хотел сказать в этом небольшом видео